Многие сборщики, блогеры и просто пользователи часто при сборке ПК не уделяют должного внимания корпусу. Некоторые вообще говорят, можно собрать ящики из-под мандарин и горя не знать. И штука в том, что собрать-то можно, но как это все будет выглядеть и что еще более важно работать, эти же товарищи умалчивают. А корпус напрямую влияет на продолжительность жизни комплектующих и общее удовольствие от использования. Именно поэтому сегодня я хочу рассказать, как выбрать корпус для ПК, на что обратить внимание, чтобы обеспечить себе комфортный опыт использования. Рассказывать буду на примере корпуса Techwear Forge M, потому что за ту малую цену, которую за него просят, он выглядит крайне интересным вариантом. Первое очевидное, но я должен об этом упомянуть. Корпусы бывают разных форм-факторов и размеров, соответственно комплектующие, которые в него можно вместить, будут различаться. Прежде чем оформлять покупку, стоит убедиться, что материнская плата, видеокарта, кулер и блок питания, который вы себе выбрали, помещаются в корпус. Запросы у всех разные, но чтобы излишне себя не ограничивать, если вы не планируете ультракомпактную сборку, я рекомендую брать корпус, в который поместится минимум материнская плата форм-фактора Micro ATX, 30-сантиметровая видеокарта, кулер высотой 160-165 сантиметров и стандартный блок питания форм-фактора ATX. Также обратите внимание на наличие посадочных мест под накопители памяти. При соблюдении этих пунктов вы сможете поставить большинство материнских плат, видеокарт, суперкулеров по не заоблачным ценам, но со всеми портами, которые понадобятся. Второе. Не стоит брать корпус с комплектным блоком питания. Как правило, в подобных решениях и корпус, и блок питания совсем плохого качества, что впоследствии может привести к сгоревшим комплектующим и излишнему шуму. Это не говоря уже о качестве самого коробка. И чтобы закрыть тему с блоками питания, хотя в наше время подобного почти не встретишь, но расположение блока должно быть снизу. Это обусловлено тем, что горячий воздух поднимается вверх, и, соответственно, если блок будет сверху, он будет сильнее нагреваться и забиваться пылью, что опять-таки может вывести его из строя или привести к другим потенциальным проблемам. Также корпус должен быть на ножках. Это нужно для того, чтобы блок питания имел достаточный забор воздуха. Третье. Продуваемость и кабель-менеджмент должны быть на хорошем уровне. Почему я совместил эти два пункта? Потому что первое вытекает из второго. Кабель-менеджмент это не просто красивенько увлажать провода. Если они будут хаотично висеть в корпусе, это будет препятствовать воздушному потоку и создавать завихрение. То есть, если вы хотите, чтобы все работало тихо и имело хорошее охлаждение, об этом тоже стоит позаботиться. Теперь по поводу конструкции. Я понимаю, что некоторым очень нравятся корпуса с глухой лицевой стенкой. Они и правда бывают весьма красивыми, но я вас уверяю, узкий забор воздуха, который делают в таких корпусах, а бывает и не делают, не дает достаточной продуваемости. Есть, конечно, исключения, как, например, корпус от Asus, который у меня был на обзоре с AuraSync. У Asus там здоровенное отступление от передней стенки, и такое бывает, как правило, только в очень дорогих решениях. А в вариантах по типу этого большие щели, через которые собирается много пыли. Снова вспоминая корпус соседа, который мне доводилось чистить, и поверьте, вы не хотите видеть тот слой пыли, который был буквально везде. Я даже блок питания разбирал, потому что пыль забила вентилятор, и он практически не крутился. По моему личному опыту, с перфорированной лицевой панелью температура внутри корпуса будет градусов на 10 ниже, чем с глухой стенкой. Если у вас стоит подобный корпус, пройдите стресс-тест, а после попробуйте снять лицевую стенку. Уверяю вас, вы неприятно удивитесь. Также перфорирование должно быть и с верхней стороны. Опять-таки, из-за того, что теплый воздух подымается вверх, и имеет смысл делать перфорацию. Это не говоря о том, что с ее наличием появляется возможность установить водяное охлаждение. И чтобы добить эту тему, если вы не планируете тратить много денег, стоит брать корпус с предустановленными вентиляторами. Да, решения от именитых фирм по типу Noctua или Be Quiet будут лучше, но комплект таких вентиляторов обойдется в копеечку. А решения подешевле, как правило, будут такими же или почти такими же, которые достанутся вам с корпусом. Исключением могут быть совсем дешевые решения, как в GameMax Expedition. Вертушка, которую ставят туда, ну совсем плохая, зато с подсветкой. И обратите внимание на наличие пылевых фильтров. Совсем от пыли они вас не спасут, но, как говорит ремонтяж, змеи туда не заболзут. Последнее, это дополнительные вещи. Что имею в виду? Наличие дополнительных USB-портов и выходов под микрофон и наушники. Кнопка перезапуска, которой может и не быть. Наличие контроллера подсветки и вентиляторов. Прозрачные боковые панели. Тут все индивидуально и выбирать нужно под свои желания и финансы, поэтому заострять внимание на них не будем. Взамен лучше скажу пару слов об этом корпусе. Стоит он порядка 43 долларов и за эту стоимость тут есть все необходимое и даже чуть больше. Как можно видеть, у него полностью перфорированная лицевая стенка. С корпусом идет 4 предустановленных вентилятора. С тыльной стороны достаточно места под провода и есть каркас для установки накопителей памяти. Также накопители можно установить справа от материнской платы. Помещаются суперкулеры, трехсекционные видеокарты и полноценный СВО. Корпус стоит на ножках и просвет снизу достаточно большой. Сверху и снизу установлены пылевые фильтры. В стресс-тесте показал себя хорошо. Температура процессора держалась в районе 70, а видеокарта не превышала 64 градуса. И вдобавок ко всему, левая стенка у него из закаленного стекла и крепится на петлях. Тут инженеры поработали на славу. В общем, это еще один бюджетный корпус, который мне не стыдно советовать. А на этом у меня все. Если видео тебе понравилось, не забывай ставить палец вверх, подписываться на канал. А я желаю тебе удачи и до встречи в следующих роликах на канале Elmir.ua. Меня зовут Сергей. Пока. Также перфорированные... Перфорированные! Перфорированные! Господи, я нахожусь в офисе, но этот сосед с дрелью даже тут меня нашел. Который был буквально везде. Буквально везде. Буквально везде. Буквально везде. Буквально везде. Буквально везде.